Сегодня я хочу затронуть тему, которая затрагивает одну из тайн Всевышнего Аллаха. К этой тайне Всевышнего Аллаха стремится каждый правоверный мусульманин. Вся жизнь его к этому стремится. Бывает так, что даже человек, который не связан с Исламом, даже этот человек стремится к этой вещи. Эта тайна Всевышнего Аллаха – это благой конец смерти. Поистине говорит, есть люди среди вас, которые совершают деяния, подобные деяниям обитателей рая, до тех пор, пока не останется между ним и между раем зира, размер с локтя. И его опередит вот эта предписанная им книга. Так что он начнет совершать деяния обитателей ада, и он войдет в этот ад. Точно так же и наоборот, что один из вас будет совершать деяния адских людей до тех пор, пока не останется между ним и между адом, размер с локтя. То есть настолько он будет близок, что он уже вот-вот войдет в ад. Его опередит вот эта предписанная книга. Эта предписанная книга – это что за эта вещь? Эта вещь, которую еще Всевышний Аллах предопределил любому рабу, любому человеку, когда он находился в утробе своей матери. То есть кем он умрет? Счастливым или же несчастным человеком? В имане или же без веры? Итак, что опередит его эта книга, и он начнет совершать деяния обитателей ада, то есть обитателей рая, и он войдет в этот рай. Конец жизни не зависит от благодеяния. Мы вот это должны понимать. Конец нашей жизни зависит от вот этого китаба, от вот этого написания. Сколько бы мы ни делали амал, все равно наш конец от вот этой вещи будет зависеть. Кем нам Аллах определил? Кем мы умрем вообще? Один человек воевал вместе с мушриками, то есть вместе с неверными, во время похода пророка, салли Аллаху али-саляму. И относительно него посланник Аллаха, салли Аллаху али-саляму, сказал, что он из обитателей ада. То есть этого человека ранили, и из-за этой раны он не смог сабру проявить терпение, и он сам себя убил. И тогда эту весть донесли до пророка, миром и благословения. И тогда посланник Аллаху али-саляму сказал вот такие слова. Поистине человек совершал деяния обитателей рая, райских людей, в том, что проявилось для людей. То есть людям явно было видно, что этот человек будет в раю. Так же было. Но на самом деле этот человек из обитателей ада был. Сам себя убил. Не смог сабру проявить терпение. Точно так же он добавил. Точно так же человек совершает деяния адских людей. Мы можем прямо стопроцентно сказать, этот человек в аду будет. Нет, этот человек неверующий. Но мы не знаем, как конец этого человека завершится. Ведь Всевышний Аллах ему вообще другое изготовил. Поэтому Аль-Музафар Самани сказал, что Адар Аллаха это такая тайна, из Таинства Всевышнего Аллаха, которую он не дает понять, разглядеть другим, обычным людям. Так что и даже Амбиям, и Пророкам, даже приближенным ангелам он не дает знать об этой вещи. Адар Аллах. Поэтому, говорит, пусть вас не обманывают, говорит, внешнее состояние человека. Мы учитываем конец, как конец человека завершился. Также Аль-Бухари передает хадис, Рокас, саляму, и намал амалу бельхаватим. Поистине, деяния оцениваются по их завершению. Есть хадис, где говорится, деяния оцениваются по намерению. Точно такой же хадис есть, где говорится, деяния оцениваются по их завершению. Ибн Хаджар, Фатху-ль-Мубин, такое разъяснение дает. Всевышний Аллах, говорит, может предписать человеку веру и покорность в конце его жизни. Но до конца этой жизни он будет проявлять неверие, он будет ослушаться Всевышнего Аллаха. Но именно в конце он примет веру во Всевышнего Аллаха. Вот ее смысл, вот ее конец. Деяния по завершению оцениваются. Этот человек умрет вот так вот в дверь и войдет в рай. Поэтому Ибн Хаджар говорит, что хуснуль-Хатима, Ису-Хатима, благой конец жизни и плохой, несчастный конец жизни, это вот это качество, такое скрытое, которое таится в сердце человека. Человек вообще не знает о ней. Она именно появляется в тот момент, когда Аллах ей предписал, именно в конце жизни. Так же бывает, да? Сорок человек лет уже вообще ни разу намаз не делал. Именно когда он умирает, мы говорим, вот последние пять лет он намаз совершил в мечети, я его видел. Вот именно как раз таки это, вот это качество, которое вот проявляется. Так же в хадисе Пророке Сараусан говорилось, он рассказывал, Да у вас, говорит, был человек, который убил девяносто девять людей. Девяносто девять людей этот человек убил. И этот человек искал ответ на свой вопрос. Он спрашивает о самом знающем человеке. Ему указали на одного монаха. Он к этому монаху подходит и говорит, Я убил, говорит, девяносто девять людей. Для меня есть какое-то, говорит, прощение? Таубу есть, говорит, для меня? Он говорит, нету. Далил фальхин, говорится, в этом есть разъяснение о том, что у других людей, других конфессий, иудеев, христиан, у них не настолько богатые знания, как в исламе, говорит. Он не смог дать ему ответ. Этот человек убил его. В общем итоге он округлил, сто человек он убил. Дальше он идет, спрашивает, ищет знающего человека. Ему показывают на одного аллима. Он к этому аллиму подходит и спрашивает, Я убил, говорит, сто человек. Для меня есть какое-то, говорит, прощение? Этот аллим ему говорит, Кто, говорит, станет преградой между тобой и между Таубой, прощение Всевышнего Аллаха. И тогда он ему говорит, отправляйся на такую-то землю, там люди поклоняются Всевышнему Аллаху. Ты, говорит, поклоняйся вместе с ними, и больше на эту землю не возвращайся. Этот человек отправился в путь. И в середине пути он внезапно умирает. И ангелы начинают спорить. Ангелы наказания и ангелы милости начинают спорить, кто его заберет себе. Ангелы наказания говорят, что этот человек вообще ни разу благого поступка не совершил. Мы его должны забрать. Ангелы милости говорят, хоть он ничего не совершил, но он направлялся туда к покаянию Всевышнего Аллаха. Поэтому мы должны его забрать. И вот пока они находились в этой ситуации, к ним отправляется третий ангел. Обличие человека. Это достоверный хадис. Обличие человека отправляется и говорит, разрешите их ситуацию. Он говорит, вы отмерьте расстояние, где он был близок, говорит. К той земле, где он раньше грешил, или же к той земле, которую он Таубу хотел сделать. Они отмерили, и оказалось, что на одну пять, на двадцать, двадцать пять сантиметров он был ближе к этой земле, к Всевышнему Аллаху, где он хотел сделать Таубу. В другой версии говорится, что он немного вот так телом привстал. Вот он уже умер. Последние вот секунды человека бывает же. Вот он немного привстал, говорит. В другой версии говорится. И тогда ангелы милости забрали этого человека. Вот так вся жизнь человека прошла. Сто человек он убил. Сейчас моему оценку дали бы этот человек серийный маньяк-убийца. Его пожизненно нужно было бы посадить. У любого из вас, если спросили бы сто человек, который убил, ему Таубу есть, мы бы вообще затруднились бы ответить. Но в исламе даже для такого человека есть Таубу. И даже этот человек, как говорит Ибн Хаджар, вот это хаслятум, хайриятум, вот это внутреннее качество, оно скрывалось в его сердце. И оно именно выявилось тогда, когда ему нужно было, в конце его жизни. Еще другая история, которую приводит Абдулла бин Масхуд, Ибн Абишайба Аль-Мусаннафи ее передает. Один отшельник 60 лет поклонился. 60 лет поклонился Аллаху. И рядом с ним поселилась женщина. Красивая такая, знатная женщина. Ему, соответственно, она понравилась. И вот страсти взяли вверх, как говорится. Он к ней как-то в гости раз пошел, страсти взяли вверх, и он совершил с ней зина. Шесть ночей он с ней зина совершил. 60 лет он поклонился, и 60 дней, 60 ночей он с ней зина совершил. Потом этому человеку стало стыдно, что он вот так вот, как Всевышнего Аллаха, предательски отнесся, и он убежал оттуда. Он побежал в мечеть, и там нашел себе приют. Там он находился 3 дня, 3 суток. Не кушал, не ел, не пил, вообще ничего не делал. Ему принесли лепешку, одну лепешку такую принесли ему. Он эту лепешку тоже не поел, разделил ее, и поделился с теми людьми, которые справа и слева были. Точно так же этого человека внезапно смерть настигла. Умер человек в мечети. Последний амал его какой был? То, что он садык, ази, а также мы же говорим инамал амал бля хаватим. Деяния оцениваются по их завершению. И этого человека начали взвешивать деяния. 60 лет поклонения и 60 ночей зина. 60 ночей зина перевесило этого человека. 60 лет просто так в пустую зина забрало этого человека. Как будто она в небесную пыль превратилась. И тогда поставили на весы вот эту лепешку, которую он поделился с садом азио. Только тогда чаша весов перевесила вот эту зина. только тогда она перевесила. Поэтому зина это очень страшный грех, который сводит на нет любой амал, точно так же, как и другие большие грехи. Но деяние, конец жизни, каким он умрет, счастливым или же несчастным, оценивается по этому завершению. Но даже во время пророка задавали вот этот вопрос. Если же нам все предопределено, смысл вообще амал совершать? Точно так же до сих пор, 2024 год, люди до сих пор этот же вопрос задают. Если мне уже предопределено, атеисты, или же вот только которые верой пришли, люди говорят, если мне уже предопределено, где я буду, в раю или же аду, смысл какой мне вообще амал делать? Смысл в том, что посредством амала ты в рай не войдешь, имеется ввиду, она не приведет к тебе хуснуль хатимату, или же сул, хатимату, благому концу жизни, или же несчастному, но она играет свою роль. Аллах же амру повелел, чтобы мы намаз сделали, Аллах же амру повелел, чтобы мы постились, а уже вопрос задавать у нас нет права. Аллах говорит в Коране «Ля юс алю азбула аминусу аджим, ля юс алю амайя фааль». Слышно, Аллах не спрашивает о том, что он творит. Это амру Аллаха, мы должны быть покорными этому. Вот Ибн Умара также передается другой хадис, однажды посланник Аллах, салям, вышел к своим сподвижникам, и у него на руках две книги были. Он их спрашивает, «Вы знаете, что это за две книги у меня на руках?» Они говорят, «Ля юс, я рассудила». Нет, если только ты нам не расскажешь о них. Он говорит, то, что в правой руке, это книга, где написаны имена людей, райских людей, имена их отцов, имена их племени. В эту книгу, говорит, ничего не уменьшится и не добавится, говорит, никогда. Все полный, говорит, список людей, райских людей. Больше туда никто не добавится. Знаете, говорит, что у меня в левой руке? В левой руке, говорит, находится имена, говорит, список адских людей. И имена их отцов, и имена их племени. Ни один человек из этого имена больше не добавится и не убавится оттуда никогда. Список, говорит, полный. И он, говорит, вкратце рассказал им эти имена, вкратце рассказал, кто в раю, кто в аду будет находиться. И тогда они задали вот этот тот же самый вопрос. Зачем тогда амал, если уже списки есть, кто в раю, кто в аду будет, зачем вообще амал тогда делать? Намаз и пост зачем тогда делать? Тогда посланник Аллаху, салли Аллаху, говорит, вы, говорит, умеренно совершайте амал и приближайтесь посредством этого амала ко всевышленному Аллаху. Ведь поистину обладателю рая завершится его жизнь деянием райских людей, если он будет совершать этот амал, какой бы амал он не совершил, разницы нету, это большой будет или же это малый будет, который вот человек одна лепешка спасла, разницы нету, будет, какой это будет. То, что для тебя Аллах амбру появлял, ты делай, говорит, пока смерть не разлучит тебя, как говорится. Точно так же, говорит, обладателю ада завершится для него жизнь, пока он будет совершать деяния, деяния адских людей, если он будет завершать их, и он попадет в итоге в ад. И он дальше добавляет, часть, говорит, в раю будет находиться, а часть, говорит, людей в аду будет находиться. Очень один такой интересный момент, сейчас я подмечу, человек, когда умирает, находит состояние при смерти, к нему ангел приходит, точнее, шайтан приходит, чтобы обмануть его. Имам Аль-Куртуби в своей книге Тасхирату Аль-Хавля Аль-Ахира пишет, что когда раб находится при смерти, рядом с ним усаживаются два шайтана, говорит, один с правой стороны, другой говорит с левой стороны. И то, что тот, который с левой стороны, он принимает обличие отца, и он говорит, о, мой сын, я был, говорит, снисходительным к тебе, я, говорит, растил, воспитал тебя, я, говорит, умер на религии иудеев, говорит, поистине, религия иудеев, это самая лучшая религия, говорит, прими, говорит, я. В конце жизни посмотрите, как шайтан обманывает людей. Справа от него шайтан превращается в обличии матери, и мать ему говорит, о, мой сын, мое чрево, говорит, было для тебя пристанищем, мое молоко, говорит, было для тебя питьем, я, говорит, все, говорит, делал для тебя. Поистине, говорит, я умерла на религии христиан, и это, говорит, самая лучшая религия, прими, говорит, ее. Далее имам Аль-Куртубе пишет, что Ахмад имен Хамбал, его отец, когда, говорит, умирал, я, говорит, находился рядом с ним и держал вот эту ткань повязкой, чтобы челюсть его поддерживать. Пока он находился в таком состоянии, мы, говорит, он, говорит, с той жестами рукой делал, нет, говорит, пока нет, так жестами рукой делал. Соответственно, же сын уже интересный, почему отец так, говорит, при смерти же находится. Он так терял сознание и просыпался обратно, когда очередной раз он проснулся, он говорит, мой отец, почему вот ты, говорит, так говорил, нет, пока нет, почему ты так говорил? Он говорит, ко мне, говорит, рядом со мной, говорит, Шанит Ан находился, и он мои пальцы, говорит, покусывал. Он мне, говорит, все, говорит, ты уже, говорит, избавился, от меня. Все, ты избавился, говорит, от меня. Но я ему сказал, нет, пока я не умру, я не избавлюсь от тебя, говорит. Далее пишет Аль-Куртуби, что он слышал, как шейх Мухаммад Аль-Куртуби, то есть его брат Мухаммад Аль-Куртуби, он умирал в Кордове. И перед ним люди стояли и говорили ему, скажи, ла-иллаха, ла-иллаха, говорит, скажи. Вот так вот повторяли, повторяли ему. И тогда он говорит, нет, нет, говорит. Если бы мы находились, мы бы сказали бы, мы ему сказали, ла-иллаха, ла-иллаха, он нет сказал, он от веры отказался. Без веры человек умер. Так же? Потом он немножко, когда отошел от этого, он говорит, рядом со мной, говорит, шайтан находился. Я, говорит, не вам нет, говорил, не ла-иллаха, ла-иллаха, я нет, говорил. Это со мной рядом шайтан находился. Он мне, говорит, говорил, прими религию христиан. Это, говорит, лучшая религия. Прими, говорит, религию иудеев. Это, говорит, лучшая религия. Они ему так, говорит, предлагали. Я, говорит, отказывался от этого. Поэтому мы должны понимать, что благой конец нашей жизни это не та вещь, которую можно получить. Это не та вещь, которую можно у Аллаха попросить. Аллах тебе даст ее. Аллах уже вот всем этим людям, которые здесь находятся, уже предписал. Еще пока мы в чреве своей утробе, своей матери находились, Аллах уже предписал, кем мы умрем. Счастливыми людьми или же несчастными. Нам нужно просто надеяться, что мы умрем правоверными мусульманами. Но в разъяснениях хадисов говорится, что человек, который много амал делает, и так, чтобы он в конце жизни неверующий умер, это редко так бывает. Для вас пояснение сделаю, чтобы вас этот хадис тоже не шокировал. Поэтому прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах одарил нас вот этим счастливым концом, чтобы последними нашими словами были «Ля Илляха Илля Ллах, Мухаммаду Расулли Ллах». Кто-либо может лучше, чем это счастье предложить, умреть вот так вот достойно, с верой. Альхамду лиллахи Рабил Аламин.